Пациент с почечноклеточным раком Похудание на 5 кг за 5 месяцев Желтушность склер Развернутая клиника желтухи СА19934 немного повышена Из биохимического анализа крови Повышение билирубина до 101 за счет прямого Сделали компьютерную томографию При компьютерной томографии в трех зонах В головке поджелудочной железы Образование до 37 мм Накапливает контраст А также в забрюшинном пространстве За головкой поджелудочной железы Имеются лимфоузлы Накапливающие также контраст До 13 мм лимфоузлы Здесь мы видим картинку В головке поджелудочной железы Имеется опухоль Порядка 3,5-4 см Выполнила папилосфинктеротомия Стентирование желчных протоков С целью купирования механической желтухи Через неделю после стентирования Желтуха разрешилась Клинические состояния Ближе к удовлетворительному Сформировали такой диагноз Первичном множественном Метахронный рак Рак почки после нефрактомии Стабилизация Рак головки поджелудочной железы С метастазом лимфоузлы Т3Н1 Вторая Б стадия Механическая желтуха Фаза разрешения Сопутствующая патология Гипертония ИБС Что мы хотим сделать А что будем делать Этим пациенту Наблюдение Химиотерапия Хирургическое лечение В объеме панкреатодональной резекции И биопси образования И попытка верификации диагноза Ну или просто помолимся Почему бы и нет Иногда помогает Биопсию Окей Да, наверное, мы тоже Хотели бы сделать биопсию Но пациент улетел в Гамбург Где немецкие наши коллеги Перепутали, наверное, медицину И немного и бизнес Ну и сделали ему панкреатодональную резекцию Гистология Метастаз светлоклеточной карциномы почки В 8 лимфоузлах из 23 удаленных Картина метастатического поражения Опухоли аналогичного строения Гистологические препараты Мы пересмотрели у себя В Тюменском областном онкологическом диспансере Заключения наши совпали Сформировали такой диагноз Рак левой почки Состояние после нефрактомии 12-й год, прогрессирование процесса Июль-16-й год Метастаз в головку поджелудочной железы Метастазы в региональные заброшенные лимфоузлы 8 из 23 удаленных Состояние после ПДР Сопутствующий диагноз не изменился Что будем делать, друзья? Будем наблюдать Я не верю гистологам, поэтому назначу Фолфиринокс За чашкой кофе Задумываюсь об адюватной Лекарственной терапии Почноклеточного рака И попытаюсь все-таки Убедить комиссию И назначу адюватную Лекарственную терапию Почноклеточного рака Елена Владимировна Чего бы вы назначили такому пациенту? Я бы пересмотрела Гистологические препараты и блоки Ну бы пересмотрели Пересмотрели Еще раз прогнала пациента По протоколу рака поджелудочной железы Ну и, наверное, если бы Эта ситуация не подтвердилась Рассмотрела вопрос Об условно адюватной терапии Почноклеточной карцинолы Ну, по поводу Мы пересмотрели стеклопрепараты Сделали иммуногистохимию И там светлоклеточная карцинома почки была Это раз По поводу рака поджелудочной железы У нее немного СА19,9 была повышена 34,5 Но мы знаем СА19,9 может повышаться При повышении давления в бильярдной системе Что и при механической желтухе бывает Поэтому мы Что мы будем делать Что мы хотим сделать Мы не знали Поэтому мы за чашкой кофе Просто задумались об адюватной лекарственной терапии И на этом Закончилась как будто бы история Но настал 2023 год Тот же пациент Ему уже стало 57 лет Сделали компьютерную терапию Компьютерную томографию В рамках диспансерного наблюдения И в С1-С2 легкого парамедиастиналь На костальной плевре Солидное образование 13 на 16 мм По КТ-картине Больше данных за гемангиому Но учитывая характер наполнения Метастаз был сомнительный Консультирован таракальным хирургам Убедительных данных За онкопатологию не было И рекомендован к КТ-контролю На КТ-контроле Спустя 3 месяца Это образование стало 15 на 22 мм Ранее было 13 на 16 С распространением на средостении Незначительно компрометирующая Паренхиму верхней доли лево-легком Накапливает контраст Заключение уже с точкой Образование в области Медиастинальной плевры Слева с учетом роста по КТ Больше данных за метастаз Светлоклеточной карциномы Вот получается Солитарный метастаз После второго прогрессирования Мы, таракальные хирурги Выполнили видеоторакоскопию Но На операции В верхушке левого-легкого опухоль До 2,5 см С инвазией средостения Апертуру левой плевральной полости Неподвижно Нерезиктабельно Вколочено Выполнили биопсию По иммуногистохимии Метастаз светлоклеточной карциномы Сформировали такой диагноз Рак левой почки Нафрактомия Прогрессирование С поджелудочной железой Состояние после ПДР Стабилизация По данному вопросу Прогрессирование Февраль 23-й год Солитарный метастаз ВС-1С2 Легкого Неудалимый Состояние после Видеоторакоскопии Биопсии А сопутствующий диагноз Все никак не меняется Что мы будем с этим пациентом делать Стереотоксис На метастаз Это возможно? Павел Вячеславович При данной локализации Я бы рассмотрел Вопрос стереотоксической лучевой терапии Единственное Выбыл бы просто Режим фракционирования Немного мягче И предложил бы эту опцию То есть если мы хотим сказать Подтвержу момент Опухоль расположена В верхушке легкого Близко к средостению Сдавливает Магистральные сосуды И стереотоксис В этом ситуации Возможен На солитарный очаг На региологической картине Я не увидел Что сдавливает Магистральные сосуды Поверьте мне Если сдавливает Тогда бы я отказался От стереотоксического А сколько От магистральных сосудов Метастаз должен быть В миллиметрах Чтобы мы отказались От стереотоксиса Главное чтобы не было инвазии В стенку магистральных сосудов И режим функционирования За 8 фракций В принципе подразумевает Воздействие Так называемое Ультрацентрическое Распространение Ухлевого узла Спасибо А лекарственная терапия Наблюдение Или повторно Направить К более надежным Таракальным хирургам Кто-то не согласен Хочет Нет Никто не хочет Но у вас Куда надежнее Надежнее некуда Это точно Но мы назначили Таргетную терапию Назначили Таргетную терапию В режиме Пимбролизумаб И линвантиниб 20 мг После второго курса Нежелательное явление Второй степени Поэтому Доза линвантиниба С 20 мг Редукция До 10 мг Через 3 месяца ПТКТ контроль Состояние после ВТС Слева по медицинальной плевре Сохраняется Образование 15 на 17 мм А напомню Было образование 20 на 27 То есть оно уменьшилось Практически в 2 раза И вот у меня Такой вопрос Сейчас Мы продолжаем Лекарственную терапию Или образование Ушло от средостения Не уже Не близко К магистральным сосудам Может сейчас Тереотакси сделать И закрыть вопрос Лекарственной терапии Нет Я думаю Что нужно продолжать Получите полный ответ С вероятностью 21% И не надо Оперировать больного Ну а что там Оперировать И не облучать И не облучать Да Ну да Мы продолжили На самом деле Терапию В связи с Полученной Положительной динамикой Но вот это Мягко скажем Авантюра Стереотаксис На положительном Ответе Одного Солитарного Очага Как-то все равно Мне не дает Покоя Эту ночь Поэтому я эту ночь Совсем не спал Ну это вопрос Который мы ответили Стереотаксис Метастаз направлен Терапия И продолжит Терапию Наблюдений И направлю К прежним Таракальным хирургам Для попытки Номер два Может попробовать Радикально полечить Нет Тоже нет Гаек Саркич Спите Спокойно Не трогайте Метастаз Препараты Прекрасно работают Вы же видите Доклад Спасибо Там и продолжит Лекарственную терапию В настоящее время Лечение продолжено В связи с удовлетворительной Переносимостью Спасибо Спасибо А вот я бы Провел Когда Все Я бы Хоть я и не лучевой терапевт Но я бы провел Стереотаксическую Лучевую терапевту Посмотрите Пациента С 16 Года После того Как у него было 8 метастазов В лимфоузлах Он прожил Сколько лет Без лекарственной терапии То есть у него Очень торпидное Течение заболевания Это как раз Тот пациент Кто может выиграть От локальной терапии Они сокращаются Примерно Да Сокращаются Но мы понимаем Что Когда он запрогрессирует Уже Особенно У нас возможностей Больших не будет Лекарственной терапии После Тембрис-Люмаба С лимфоузлимом Поэтому При наличии Одного Очага Почему не провести Вот на самом деле Я тоже Не буду сегодня спать Если вы не проведете Все в борисе И вы отдыхайте Спокойно Почему нет Давайте подумаем Метастаз Который уже отвечает Вероятнее всего Это больной С этим Одним метастазом Который добьется Полного ответа И будет продолжать Он даже С надежной дозой Медиана Какая ответа Что значит Вероятнее всего Я вам скажу С полными ответами 95% больных Доживает до 4 лет Нет Давайте В исследовании клира У нас пока нет Полного ответа Ну так он будет Медиана Какая Без В исследовании клира Да Вы про общую 16 месяцев Вот и все Сколько он уже получает 16-23 Но это вся группа 23 месяца А для группы С полными ответами Это гораздо больше Я вам и сказал Я не слышу Сколько по времени Пациент уже получает Терапию 4 курса он получил 4 курса Это по 3 недели Сколько это получается 3 месяца Ну Еще 3 месяца Можете себе позволить Понаблюдать А потом Стереотаксис Посмотреть Как уменьшается Уменьшается Не уменьшается Будет ли полный ответ Не будет полный ответ Но потом Вы уже рискуете Что у вас Начнет просто Прогрессировать Что хочет сам пациент Он был вовлечен В принятие решения Слушайте Он в целом Вовлечен пациент Он Достаточно Так скажем Осведомленным В своем заболевании Он В целом Комплоентный В основном Если с ним Разговаривать Он понимает Что мы делаем Как и для чего Поэтому с ним Можно разговаривать О рисках И о Так скажем О успехах Возможных Марк Игоревич Вы где Ну поддержите Меня В конце концов Он как раз Считал лекцию Про олигопрогрессирование Метастазектомии Он скажет Что нет Да И за 100% Алексей Сергеевич Я буду поддерживать Селу Борисовича И в данном случае Будешь Я считаю Что пациент Он кандидат На Либо стереотоксическую Лучевую терапию Либо на Удаление Все-таки Этого метастаза И он еще Несколько лет Проживет Без этой лекарственной терапии Которую он Кстати Переносит Не очень удовлетворительно У него Уже редуцирована доза У него Огромная операция В анамнезе По ПДР Он еще столкнется С кучей осложнений На фоне этого лечения Мне кажется Что Его надо пролечить Радикально Когда столкнется Тогда и сделаете Этот стереотаксис И отпустите Вы получите Тогда уже ответ Другой Коллеги На самом деле Опять мы столкнулись С тем Что нету Единого мнения Но те работы Которые есть Я напомню Что в эру таргетной терапии Медианной выживаемости Больных с метастазами В поджелудочной железе Было 5 лет 5 лет Марк Игоревич Это так С изоливным поражением Светоклеечный Почноклеечный рак Метастаза В поджелудочной железе 5 лет Эра таргетной терапии При При Р0 резекции Вот Дальше То есть Ничего необычного Это больной Так и должен был жить Теперь у него Есть одно образование Если честно Я не тараканный Железа И лимфоузлы Поджелудочные Ну положим Дальше Сейчас мы видим очаг Я не знаю Я онкоролог Не таракальный хирург Но мое мнение Что это абсолютно Эзиктабельная история И я бы отправил К своим коллегам Которые написали Не одну работу И которые цитируются В рекомендациях В ЯУ Они удалят этот очаг Если вы хотите Но мне кажется Что надо идти по пути Получить максимально Долгий ответ На терапию И потом Либо облучить Либо убрать И оставить человека Под наблюдением Это выглядит более разумно Чем сейчас Когда вы только получили Первый ответ На первом КТ Через 3 месяца Начинаете удалять Облучать Или что-то делать Все работы Которые касаются По применению Локальных методов Это удаление Либо стереотаксис Они основаны На работах По олигопрогрессии То есть это больные Которые получали терапию Как правило долго Затем начали прогрессировать Единичные очаги И тогда на них воздействовали То есть или удаляли Например метастазы В надпочечнике Или например Облучали стереотаксисом Очаги в лимфоузлах Либо в легких В таком случае Я согласен Но через 4 месяца Я категорически против Ирина Мусановна Поддержите меня В том что мы просто С Алексеем Сергеевичем Работаем в разных учреждениях Но Мы без вашего мнения Не сможем разойтись Сегодня Так они без БМС Оперируют Что они сказали Так вот я хотела бы сказать Что Мы просто с Алексеем Сергеевичем Опять же Независимо друг от друга Наблюдали случаи Когда мы отменяли Лекарственную терапию Прерываясь на хирургическое лечение Или по каким-то другим причинам Не по причине нежелательных явлений А отменяли Потому что не было препаратов Потому что прерываясь И так далее И мы видели бурное прогрессирование заболевания Поэтому мы должны убедиться в том Что заболевание стабилизировано действительно В течение длительного времени А потом действительно рассмотреть вопрос О локальном воздействии А сколько это длительно? Вы получили ответ уже через 3 месяца терапии Да Нежелательное явление купируемое Снижением дозы линвотениба Я бы продолжала до года Спасибо Елена Владимировна Ваше заключительное слово Если не придем к какому-то единому мнению На ужин не идем А устроим голосование На самом деле Мы не имеем понимания Лечим на текущем этапе болезни у этого пациента Молекулярное проявление болезни Или макроскопическое ее проявление Что смущает в этой истории Это укорочение промежутков Между рецидивными эпизодами Наверное, смысл есть в том Чтобы продолжить начатое И затем действительно рассмотреть вопросы Резервные возможности лучевой терапии Глядишь, там и абскопальный эффект появится Хотя не знаю, кто его видел Но тем не менее Просуждать об этом мы имеем право В отношении длительности Противоопухолевой лекарственной терапии Очень дискутабельный вопрос Я бы, конечно, сфокусировалась На мониторинге нежелательных явлений Всего спектра, который здесь может реализоваться Но исходя из этого Планировала Исходя из желаний самого пациента Планировала длительность терапии С последующим рассмотрением вопроса О локальных методах воздействия Но конкретного ответа Как долго должна продолжаться Противоопухолевой лекарственной терапии На текущий момент не имею Нет у меня до этого срока очевидного Ну и все-таки Давайте проголосуем Кто за то, чтобы провести все-таки Локальную терапию этому пациенту Может быть, вот не сегодня Но через три месяца Поднимите руки Через год Через год Но все-таки большинство Все-таки большинство Я не знаю, вы прислушаетесь к большинству Или нет, Гайк Саркисович Что предложите пациенту? Слушайте, я же тоже руку поднял В этом большинстве Ну на самом деле Действительно Очень много вопросов На которые нет у нас На сегодняшний день Правильного ответа Единого И сегодняшняя дискуссия Как раз говорит о том Что нет единого ответа Для всех пациентов Действительно нет И каждый по-своему прав И в какой-то ситуации Мы можем оказаться правы В какой-то можем оказаться Абсолютно неправы И только течение болезни Нам уже ретроспективно Говорит о том Что мы были неправы Или мы были правы Увы, сегодня у нас нет Предикторов Надежных Ни ответа Ни прогрессирования Пока что нет ничего Поэтому Я предлагаю Согласиться на ничью В этих дебатах Мы закончили Завершили нашу программу Хочу поблагодарить Всех участников Сегодняшней Нашей конференции Вот